Ну, войди в эту музыку, ну, почувствуй. Интерес к дамам уже, собственно говоря, появлялся. Но теперь мои дружеские отношения с этой парой не расстроятся, а в танцевальном смысле мы их догоним и перегоним. Тихо, маму тебя, черти водят. Для этого момента мы до сегодняшнего дня не расставались. Что ты мнешься? Она говорит, что замуж? Едем замуж. Ну, потому что английские пары всегда были эталоном, во всем. Ну, Степан, ты всегда был мужчиной. На вас делались определенные ставки. Зашло, поперло, фантастика. И он мне в какой-то момент говорит, ты знаешь, Саша, я у тебя выиграю этот чемпионат. Я говорю, Витя, не торопись. Мы, что многие расстроились. Когда выигрывает казино? Я хотел бы, наверное, слетать в рай, посмотреть еще раз на этот мир. Замечательность оттуда. И потом вернуться. Педагог – это самая-самая важная профессия. Здравствуйте, дорогие зрители. И сегодня новое интервью, наверное, с самым титулованным человеком, который приходил ко мне в гости, Александр Иванович Мельников. Если я не ошибаюсь, поправляйте. 11 раз вы чемпион Советского Союза и России в европейской программе, 9 раз в 10 танцах двоеборья и 7 раз в латиноамериканской программе. Все верно? Там всего в целом вкупе в одной этой сахарнице 13 раз. Я никогда не задавался целью просчитать точно. Но сейчас уже даже неинтересно. Но да, статистика ведет к тому, что это было совершено 13 раз. В разное время суток и лет. Давайте мы с вами начнем с самого начала, как вы пришли в танцы, во сколько лет это было, потому что вы представитель более взрослого поколения. И интернет вас не помнит, так скажем. Потому что если мы социальные сети нынешних танцоров или уже новых тренеров посмотрим, то можно увидеть и плюс-минус понимаешь, как люди пришли в танцы. Как ваше поколение приходило в наш прекрасный вид спорта и искусства? Ну, на тот момент все было достаточно просто, с одной стороны. С другой стороны, сложно. С точки зрения, мы жили в Советском Союзе. В Советском Союзе все было бесплатно. И образование, и дополнительное образование. Я помню, что к нам в школу пришел педагог. А, даже не так, извините. Ко мне подходят девочки из класса. Мне было 15 лет. Это, насколько я помню, был пятый класс. По-моему, так. 15 лет? Скорее всего, это восьмой-девятый, может быть, класс? Ой, извините, извините, да. Это было, извиняюсь, да, что-то как-то это все принизило свои возрастные возможности. На второй год не оставался. Значит, наверное, это было все-таки седьмой класс. Интерес к дамам уже, собственно говоря, появился. Он сформировался полноценно. И когда девочки предложили пойти с ними потанцевать, безусловно, лишний раз с ними куда-то сходить, пообщаться, поразговаривать. Мы пришли в Дом пионеров Советского района. Помню, что там было очень много людей. Ну, я так понимаю, что это был открытый класс. Класс имеется в виду, открытый класс для посещения. Когда все знакомились с педагогом, который вещал, Валерий Викторович Иванов, замечательный, элегантный на тот момент человек, очень обаятельный. И вот он нам поставил музыку венского, извините, фигурного вальса. Замечательная, красивая музыка. Музыка меня сильно не волновала. Мне волновало то, что я имел возможность увидеть своих дам. Вот, и я посмотрел, мы попробовали подвигаться. И, честно говоря, настолько задело, что через пару месяцев, да, мы перестали ходить, а я продолжил. Ну, и так, собственно говоря, все и пошло, и пошло, и пошло. Я думаю, каждому танцору знакома ситуация, когда ты пришел на турнир, а паркет либо скользкий, либо ты втыкаешься. И здесь непременно нужны какие-то аксессуары, либо щеточка, либо, наоборот, не скользин. И как же здорово то, что ребята и наши друзья из ЭДС позаботились об этом. И зайдя к ним на страничку в Вайлдберрисе, вы можете приобрести различные аксессуары, которые помогут сделать качество вашего турнира намного выше. И также ознакомиться со всем потрясающим ассортиментом туфель. Выбирайте только лучшее из ЭДС. Расскажите о времени Советского Союза, позднего Советского Союза. Каковы были тогда танцы и как повлиял распад Советского Союза на всю танцевальную индустрию? О, это глубокий вопрос. Поскольку мы жили в Советском Союзе, эти 15 республик, из которых топовые лучшие две пары всегда принимали участие на общих соревнованиях, они, честно говоря, очень сильно переживали по поводу того, что, ну вот, ваш покорный слуга всегда... Меня, нас с Ириной Алексеевной называли парой шлагбаум, через которые никак нельзя было перейти. И вот они пробовали и внутри Советского Союза, и на чемпионатах соцстран такие соревнования у нас происходили. Им никак не удавалось выиграть у нас. И когда страна открылась, я сейчас чуть-чуть о танцах, то был шанс на чемпионатах мира, Европы, кубков в разных номинациях, стандарт, латино или дистанцев, ну, все-таки вот эту пару, Ирину Соломатину и Александру Мельникову, обойти не произошло. Но мы остались друзьями. Чуть-чуть о Советском Союзе. Мы, на самом деле, с большим трепетом и уважением относились к парам из Литвы. Со всеми дружили. С Украиной, Белоруссией, Молдовой, латыши, эстонцы. Но пары из Литвы нам были очень дороги и интересны, потому как у нас сложились очень добрые, замечательные отношения. Я сейчас подойду к тому, почему добрые, трепетные, первое, они красиво танцевали латиноамериканскую программу, ой, европейскую, извините, вот, но реально классно. Вот та стилистика, которая есть на сегодняшний день, это вот рождалось тогда. И они смогли эту литовскую школу переместить, я бы сказал, в международную. Вот. Эгля и Орландос Моделяускин. На тот момент топовая пара Литвы. Мы с ними подружились. В Венгрии мы танцевали вместе. Мы выиграли чемпионат социалистических стран в латиноамериканской программе. И обогнали их в европейской. Это наш был первый международный турнир, на который мы выехали с Ириной. Вот. И обыграли их. Мне так было неудобно. Вот это чувство, когда ты выиграл у той пары, которая тебе очень нравится, и замечательные люди. И после того, когда мы встретились буквально через полтора месяца в Латвии, где они у нас выиграли стандарт, я считаю, что достойно. Вот. Я так выдохнул, думаю, ну теперь мои дружеские отношения с этой парой не расстроятся, а в танцевальном смысле мы их догоним и перегоним. Ну, собственно говоря, вот это эмоциональная составляющая, какая была. Рассказал, как к нам, к нашей паре относились прибалтийские и вообще дружественные нам республики. Россия всегда была впереди с точки зрения результатов, потому что у нас были замечательные педагоги, я бы сказал, фантастические педагоги. И нашими педагогами являлись Петр Владимирович Чеботарев и Алла Олеговна Чеботарева, к сожалению, ушедшие уже из этого мира. А их тренерами были Людмила и Станислав Поповы. Это наши российские и легенды Советского Союза. Не знаю, ответил ли я глубоко на этот вопрос, но если говорить о Советском Союзе и насколько повлиял распад Советского Союза на танцы, я думаю, сильно повлиял, потому что все стали себя чувствовать более свободными, у них появился шанс выезда за рубеж, а на тот момент у нас был дефицит в информации, очень большой дефицит. И у всех появились равные условия. Пожалуйста, копи, пару копеек, езжай, бери уроки, развивай себя, не сиди на месте. Что, собственно, каждый из нас и делал. Давайте вот об этом и тут чуть поподробнее. Копи пару копеек и выезжай за рубеж работать. Как у вас это происходило, где получалось брать финансы и как вообще тогда это было устроено? На период с начала 80-х по конец 80-х, в основном, ну, как бы это еще вот... Начало перестройки это 89-й год, самые голодные и ужасные времена. А в 80-е годы я только-только вот закончил. Мои коллеги, одноклубники, с которыми мы занимались, мы только закончили школы. Ну, кто-то раньше, кто-то позже, годом раньше-позже. И, собственно говоря, финансов не было. И свою деятельность трудовую я начал с группы продленного дня. То есть мы работали в школе педагогами группы продленного дня. Такая была ставка. Набирали классы официально, все официально. Нам платили заработную плату. После чего, наверное, как и сейчас это происходит, те трепетные родители, которые хотят более лучшего результата, они просят, чтобы с их ребенком занимались чуть-чуть больше. Ну и, безусловно, на тот момент это были крохи, которые мы собирали. И, собственно говоря, за эти крохи сегодня по копеечке, завтра это уже рубль. И потом мы двигались вперед, шли к педагогу, занимались не только в группе, но и индивидуально. Но вот так потихоньку, потихоньку. Сегодня там один рубль, завтра три рубля, а потом пять рублей. Все зависит от квалификации преподавателя. Ну и потом эта система, собственно говоря, переросла уже в международную. То есть, когда у нас появлялись маленькие спонсоры, на тот момент это было возможно, потому что бизнес в России начал потихоньку-потихоньку с 85-го года развиваться. Это были реально страшные времена, это был бандитский период. Но бизнес начал потихоньку развиваться, и те родители, которые имели финансы, они, в принципе, вкладывали очень серьезно в своих детей. Ну а если ты являешься парой, топовой парой, ну я бы сказал так, из финала топ, все, в принципе, неплохо зарабатывали на тот момент. Но все, что зарабатывали, все вкладывали в обучение. Встреча с Ириной Алексеевной Соломатиной. При каких обстоятельствах это случилось, и что вы тогда, сразу ли почувствовали, что вот это моя избранница на всю жизнь? Ну, все было не так гладко. Валерий Викторович Иванов, преподаватель Дворца пионеров Советского района, он на самом деле танцевал немного сам, и, возможно, даже на конкурсах не танцевал. Он был специалист по хоровому пению, то есть это музыкальный работник, фантастически пел. Он создавал для нас великолепные условия, он для нас, для мальчишек, как мы летом выезжали на такие мини-сборы, и он в нас реально вкладывал время в воспитание, закалки такой, мы бегали, мы плавали. Как я уже и сказал, о танцах он знал мало, но все, что он знал, он нам отдавал. И вот эта группа детей Советского района, кружок бальных танцев, вот он набрал мальчиков, девочек, я так подозреваю, меня взяли просто потому, что я мальчик, и у нас мальчиков было немного, вот, а девочек он отбирал. Вот Ирина Соломатина была отобрана, вот, находилась в этой школе, она была также одна из лучших, вот, но я не встал сразу с ней в пару. Правильнее сказать так, я выбирал, а он определял как педагог, с кем я буду танцевать. Вот, и на тот момент он мне предложил совершенно другую девочку, с которой мы танцевали очень неплохо, познавали эти, так сказать, азы бального танца, вот, на меня обратили внимание сразу, результаты пошли, ведь я сейчас себя не нахваливаю, просто так было, так было, да. Вот, и в какой-то момент девочка, с которой я танцевал, по причине какой-то болезни, она закончила танцевать на некоторый период, и мне Валерий Викторович говорит, ну вот, Саш, будь добр, с Ириной вставай. А Ирина была, она была всегда очень элегантная, красивая, но очень спокойная, такая, нетемпераментная. Вот, я, потом-то я уже узнал, что весь темперамент, она не пока, в тихом омуте, да, черти водятся. Вот, и мы пританцевали какой-то промежуток времени, очень успешно. Меня на турнире увидел Петр Чеботарев и Алла Чеботарева. И так сложилось, что они предложили мне перейти в их коллектив, но на условии того, что они поставят меня с другой девочкой. Я честно, откровенно подошел к педагогу Валерию Викторовичу, говорю, Валерий Викторович, так и так. Было предложено, а Петр и Алла, ну вот, мега-звезды. Это мега-звезды, так оно и было. Ольга Владимировна Андрюкина, Петр и Алла Чеботаревы, это ученики Станислава Григорьевича и Людмилы Ильиничны Поповых. Вот, это две такие топовые пары. Но он говорит, ну, глупо было бы отказываться, я прекрасно понимаю, мне не хочется тебя отпускать. Вот, иди. Я Ирине объяснил, она поняла. Но после того, как я ушел в студию, правильнее сказать, клуб 726, Валерий Викторович говорит, Петр, но коль ты взял парня, бери его партнершу, даже без партнера. Но это будет честно. Петр говорит, хорошо. Короче говоря, протанцевав ровно год, я с Ольгой Глушко, эту партнершу звали, это достаточно известная танцовщица была в то время, но сегодняшний день один из очень хороших детских педагогов. Протанцевав год, я чувствую, что не идет туда, куда как мне хотелось бы. А Ирина все это время добросовестно приходила в зал, посещала групповые уроки, все отрабатывала. Я так понимаю, что она стояла и ждала, когда сложится момент, когда он, в смысле Александр Мельников, скажет, ну все, хватит дурака валять, давай. Иными словами, так сложилась ситуация, что с Олей Глушко мы разошлись. Я подхожу к Ире и говорю, Ирин, знаешь что, наверное, все-таки давай продолжим нашу танцевальную деятельность вместе. Иначе нас очень сильно поддержали Сергей Числов и Елена Старкина. Это лучшая пара на тот момент по молодежи, Петра и Аллы Чептаревых. Они нам помогли сделать программу, мы вышли на первый турнир, и после этого момента мы до сегодняшнего дня не расставались. Круто. 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 Расскажите секрет вот этого долголетия. Если я не ошибаюсь, вы вместе уже 40 лет? В этом году будет 41 год. 41 год. И большинство наших зрителей, в том числе и я, столько лет просто даже на свете не живут. А вы как бы бок о бок с человеком. А мы бок о бок. На самом деле судьба сложилась очень интересным образом. Но все, что касается... Вот мы встали, и с того вот по сегодняшний день мы вместе. И спасибо Господи за то, что так случилось на самом деле. Ирина уникальный человек. Ирина уникальный человек, как я уже и сказал, она очень глубокий, очень честный. Несмотря на свою строгость, очень доверительный. Она ценит честолюбие в людях. Она ценит профессионализм. Мне с одной стороны было с ней всегда сложно, потому что... Вот я очень эмоциональный, да? Она спокойная. И она мне всегда говорила конкретней, точнее. То есть вот все мои эмоции она умела, что называется, огранить. Чтобы все это находилось в определенных рамках. Была хорошая дисциплина во всем. И вот что меня... Я возвращаюсь в прошлое. Что меня больше всего поражало, то, что она, взяв определенный материал, она всегда обдумывала, анализировала. И тихо-тихо, что называется, говоря сама с собой, мне предлагала над этим поработать. И это происходило на разных уровнях нашего развития. А переучиваться нам по жизни пришлось три раза. Об этом, возможно, мы сегодня поговорим, но не буду сразу перекидываться. Наступил момент, когда Петр Владимирович Чеботарев к нам подходит как одной из лучших пар. Вот мы занимали в клубе второе место после Сергея и Елены Числовых. Они поженились. И он говорит, ребят, у нас есть приглашение из Чехословакии к Игорю и Ярославе Гензеле. Это пара, которая делает международные сборы. И там вы можете подчеркнуть новую информацию. Я говорю о том, что на тот момент выехать за рубеж было невозможно. И существовали специальные отделы, назывались АВИР, отдел виза разрешений. И получить приглашение, я могу прийти с этим приглашением в АВИР, показать его. Мне дадут две бумажки на мужчину, женщину. Я должен их заполнить ни три, ни четыре. Вот только две на приглашение. Он говорит, вы можете заполнить это приглашение и получить вот эти бумажки. Но выезд возможен только для девушек, которые замужем. И вот нам по 18 лет, он нам говорит вот эту историю. Я вижу, Ирина как-то так мнется. Я говорю, Ирина, ну ты что? Что ты мнешься? Что ты мнешься, собственно. Да. Я решил, все, мы едем. А она говорит, ты что, замуж? Едем замуж. Я говорю, ну мы женимся, и все, и мы поехали. Нам надо двигаться, нам надо жить, нам надо развивать себя. Она говорит, ну хорошо, посмотрим, как посмотрят на это родители. Вот. Ну, мои родители меня поддержали сразу. А уже потом, чуть-чуть позже, когда мы пришли домой, Алексей Васильевич зовут моего теперь уже тестя, вот. Он говорит, ну я даже не знаю, ребят, вы думаете, конечно, но это серьезный шаг. Мама Иры, я знаю, что она всю ночь плакала. Плакала, потому что, по большому счету, я пришел и сказал, мы женимся. Я даже не попросил руки их дочери, я сказал, мы женимся, нам нужно. Я, честно говоря, если бы сейчас это все происходило, наверное, я вот таким бы категоричным не был. А тогда так именно и было. И большое спасибо судьбе, то, что мы ушли от этого периода цветочного, эмоционального, потому что, ну, в Ирину невозможно было не влюбиться. Она реально очень красивая молодая женщина была на тот момент. Но я бы, наверное, сам бы еще не был бы готов сказать, что я хочу на тебя жениться. Но так как ситуация нас свела и все сложилось, я пошел на этот шаг достаточно смело. Внутри у меня не было вопросов. А теперь, если мы зададимся вопросом, а, собственно говоря, почему у нас разные фамилии? Вот на тот момент происходили удивительные ситуации, когда, с одной стороны, это были супружеские пары, ну, которые постарше нас, наши коллеги. Они женились, создавали семейный союз, и потом через пару лет были какие-то измены. И я сказал Ире, Ира, ну, раз у нас такая ситуация, давай не будем друг другу создавать неприятные ощущения. Мы перепроверим наши эмоции, наши отношения друг к другу. Давай мы сделаем так, что ты останешься Соломатиной, я Мельниковым. Дальше по жизни, как пойдет, пойдет, и тогда мы решим этот вопрос. Она говорит, хорошо, я согласен. Буквально 10 лет назад, я говорю, слушай, давай сходим, повенчаемся, ты возьмешь мою фамилию, ну, и вот как-то мы вот, ну, вот. Она говорит, тебе плохо? Я говорю, мне замечательно с тобой, и мне с тобой замечательно. Давай оставим как есть. Ну, вот как-то так. Здорово. У вас танцует сын, Никита. Скажите, каково быть вообще танцевальным отцом? Потому что вы и судья, и танцор, и тренер, и теперь еще и родитель. То есть вы все вот эти ипостаси танцевальные собой захватили. Чем-то вы проживаете через него свои вот какие-то танцевальные ощущения, танцевальные молодости? Ну, во-первых, мне приятно, что один из сыновей реально, как бы, вот он сам решил, что он будет танцевать. Потому что я, да, и один, и другой были в танцевальной студии. На каком-то этапе его становления я ему задал вопрос, говорю, Никита, ты точно хочешь, что, ну, вот, уверен, что ты будешь танцевать? Он говорит, пап, я не уверен. Я говорю, ну, тогда выбери себе все, что угодно. Ну, главное, чтобы ты пальцы только не жал в телефоне. Он покрутился, 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 и потом говорит, нет, хочу танцевать. И внутри себя, да, я понимаю, какая это должна быть сумасшедшая работа над собой для того, чтобы сделать из себя что-то такое выдающееся. Но он-то еще этого не знал, вот. И буквально у нас был некий проект образовательный с его предыдущей партнершей, пока он танцевал в молодежи. Это была его замечательная партнерша Екатерина Лузина, с которой фактически с нуля они, протанцевав стандарт, латину и 10 танцев, показали очень неплохие результаты танцевальные. Они по местам не были такими выдающимися, ну, я не буду по этому поводу ничего говорить, но в танцевальном смысле это было, ну, реально неплохо, и я за него горд. Вот. Другое дело, что я как родитель радуюсь, и как человек, который в этой индустрии, в принципе, достаточно известный, мне, конечно же, хотелось бы, чтобы он, может быть, был бы повыше, получше, и от него требуют, когда у нас занимаются, есть занятия, а они есть регулярные. Вот. А потом я себе так говорю, спокойно, спокойно, это же счастье, что он танцует. И у нас есть общие темы, и я могу совершенно спокойно ему через танцы сказать, если ты хочешь выезжать, предположим, в Туманный Альбион, где танцы родились, ты, наверное, родились, должен разговаривать на английском свободно, чтобы задать педагогам нормальные вопросы без переводчика, и у меня есть возможность влиять на его общее развитие через танцы, и у нас есть общие темы для развития. А ему тяжело, он говорит, папа, ну невозможно, уроки делай, кровать заправляй, комнату убирай, и здесь ты мне опять говоришь, что я должен делать. Я говорю, хорошо, папа, тяжело, но я справлюсь. Ну, вот так вот с сыном. Вы сказали то, что вам три раза по жизни пришлось глобально переучиваться, что вы имели в виду, и давайте пошире раскроем этот вопрос. Сейчас объясню. Дело в том, что у нас на тот этап, на тот, да, этап времени, когда мы начали серьезно танцевать, был сумасшедший дефицит в информации, ну, категорически сумасшедший. То есть информацию можно было взять только в Ленинской библиотеке, книги, надо сказать, что в фильмофонде можно было заказать, но это могли заказать только единицы. Об этом знал только Станислав Григорьевич, имел доступ к этой киноинформации, не видео, киноинформации. И взяв определенную информацию, потом мы это делали, копировали, эти фильмы расходились по Советскому Союзу всему, да, из фильмафонда. Потому что фильмофонд, он всегда обновлялся, вот что-то новое проходит где-то, да, если берут бальные танцы. На тот момент уже турниры проходили и в Японии, и в Америке, в Англии, безусловно, эти традиционные турниры, которые на сегодняшний день есть. Вот, и в первую очередь получали информацию все те, кто находились ближе к Станиславу Григорьевичу. Так как Петр Чеботарев и Алла были их учениками, безусловно, они получали эту информацию. А они уже передавали нам. И, соответственно, когда ты можешь скопировать шаги или технически, так сказать, разобрать книгу, книгу, ага, какая-то новая фигура, а, как же это танцуется. И вот все-таки получается копия, правильно? Я увидел, я повторил, да, а, по шагам, а какое количество давления, а какое действие, насколько, так сказать, создать то или иное действие, больше, меньше, да. И, в принципе, мы создавали, будем так говорить, копии, но для того, чтобы эти копии в шагах были живыми и интересными, мы дополнительно занимались классическим балетом, народными танцами, мы занимались бегом для того, чтобы иметь физическую форму. То есть мы создали некую базу, да, потом мы начали, это вот номер один, это внутри Советского Союза, потом мы потихоньку начали выезжать на международные соревнования. И там мы начали встречать английские пары, ну, потому что английские пары всегда были эталоном во всем. Это было так. Ни немецкие, ни норвежские, ни датские, хотя они тоже были выучены. Английские, они были всегда красивы, свободны, эмоциональны, хореографичны, но это было, мы говорили, фирменная пара. У нас всегда тогда такое было выражение. Вот. Первая встреча была Ричард Портер, Пола Гримм. Это была первая топовая пара Англии в любителях. Тогда это назывались любители, профессионалы. И я помню эти занятия, мы встаем, как рука берется, как вес двигается, как фигура эта танцуется, как то. В стандарте мы меньше общались, но вот в латине, и тогда, на тот момент, я был латинским партнером, нестандартным. Вот. Но вот потом у нас появилась, что называется, тактильность. Тактильность, когда мы имели возможность с топовыми парами, что называется, потрогать, постоять вместе. Еще один этап развития. И третий этап, когда мы приехали непосредственно в Англию, к топовым педагогам, это был Ханс Лаксхольм, Энн Лаксхольм, Джанет Клифф, Ричард Глифф, ну и многие другие, я сейчас не буду перечислять. Вот. И была такая фраза, ребята, вы фантастические. Это после первого Блэкпула, когда мы фактически чуть-чуть не, нам не хватило трех крестов до полуфинала. Первый турнир до полуфинала. Вот. И нам говорят, ребят, вы фантастически выглядите, но все, что вы делаете, все не так. То есть имеется механика, не та. Да. И тогда это вот, как это вот было тяжело воспринять, когда ты уже многократный чемпион страны в стандарте, в латине 10, в соцстранах, и у тебя уже есть титул, а тебе говорят, здорово, но не то. И это был очень сложный момент. Очень сложный. Но мы превзошли, перешли, превзошли свои, наверное, ожидания. Но это было не только у нас. Это было также и у наших коллег, наших друзей. У всех была одна и та же ситуация. Когда вы так многое сделали? Когда вы столько прошли? Когда столько создали? Где искать мотивацию и что заставляет вас двигаться вперед? Ну, на самом деле, много сделал. Ну, если человек креативен, у него возникает внутреннее желание делать, продолжать что-то. Сейчас в большей степени те люди, которые рядом со мной, если они начинают что-то предлагать, я готов их поддержать. И это здорово, потому что, когда... Не я мотор, они меня сподвигают, а я потом уже начинаю раскачиваться и двигаться вперед. На сегодняшний день, ну, если мы говорим об организации, предположим, турнира, мы возродили турнир, который мы ранее проводили в Москве, мы возродили турнир, который мы ранее проводили в Москве, линия танца. Это интересно. Конечно, безусловно. Это здорово. Это нелегко на сегодняшний день, но это интересно. И я начинаю обращаться к тем людям, которые мне могут помочь в создании этого мероприятия, чтобы оно было лучше. Федерация ФТС-профессионалов. То есть, мои коллеги, я задаю вопрос президиуму. Кто-то из них активен, кто-то, как бы, в силу нашего возраста, очень качественный, но спокойный. Я обращаюсь к молодежи, которые вот недавно еще, что называется, лет там 5-7 танцевали. Они креативны, они хотят, а им нужно что-то делать. Я говорю, слушайте, давайте попробуем. А может быть, кто-то хочет мое место занять? Нет-нет-нет, Александр Иванович, прекрасно. Давайте, мы будем делать, вы вот направляете нас. И это меня как раз подвигает, чтобы не сидеть на месте, а двигаться. Ну, как-то так. И потом у меня молодые дети. Я-то опытный, а они молодые, мне надо двигаться. И ученики также. У вас большой тренерский и судейский опыт, и у вас много воспитанников титулованных. Скажите, пожалуйста, вот видно, ну, в любом случае видно, что видно и как отличается действительно чемпионская пара от пары хорошо танцующая, выученной. Потому что, ну, сейчас, если мы посмотрим, как бы уровень технического мастерства, он плюс-минус идентичный. И чем вот это отличается? Чем отличается чемпионская пара? И чем ваша пара чемпионская отличалась от ваших соперников, которые также, уверен, хорошо танцевали? Ну, о себе я не могу ничего сказать, потому что я себя со стороны не видел. Это, наверное, могут сказать только лишь те люди, которые... Ну, возможно, по самоощущению. Одно я могу сказать точно, вот сейчас. Вот пока мы переучивались, мы детально знали, вот это пошагово, потому что ты создаешь свой собственный велосипед, и ты должен себе объяснить приоритеты в создании этого велосипеда. Потом, когда тебе говорят, что это может быть более комфортный велосипед, ты... А потом, когда ты попал в ситуацию, когда у тебя есть возможность вот поговорить с носителями, да, и ты понимаешь, что вот это мастерство, оно должно оттачиваться. Здесь нахрапом не возьмешь. Чтобы это выглядело легко, свободно, динамично, стильно, элегантно, с хорошей физической формой, это нужно, это ты должен сформироваться сам, как большая личность, да. Личность – это опыт. Без опыта. Это просто хороший человек. И когда мы смотрим на танцора в хорошем, мы говорим, вот это классный танцор, он классный. Отличается состояние, его баланс, его координация, он не использует лишних, не делает лишних движений, он делает столько, сколько надо в конкретный данный момент. И тогда мы видим спектакль, театр, но при хорошей, замечательной спортивной форме. Физические данные должны быть. То, что я вижу на сегодняшний день, я вижу очень много классных, хорошо тренированных людей. Могу ли я отличить чемпиона? Личность должна созреть. А для того, чтобы созрела личность, к нему требования должны быть другие. Он должен, когда мы говорим, вес, координация. Спорт – это не дальше, выше, сильнее. Высокий спорт – это интеллектуальная работа. Всегда тренеры, для того, чтобы пробежать спортсмену, тренер ему говорит, вот эти мышцы у тебя недостаточно, а ты должен чуть-чуть больше наклон, а здесь ты должен форсировать, а там расслабляться. И тогда возникают вдруг уникальные люди, которые, они когда бегут в slow motion, и вот видно, что у них взгляд, направление, и все настолько эффективно. Баскетбол, когда мы видим вот эти вот фантастические пластичные люди, энергичные, фантастический бег, вот это настрой на кольцо, передача, понятно, что это командное, но при этом это личное мастерство. И вот в паре, когда мы смотрим, у нас, ну хорошо, в каждой отдельной программе стандарт латино 10 танцев – это отдельное мастерство. Вот мы хотим видеть стилистику танца. И ведь, к сожалению, на сегодняшний день, я говорю это с сожалением, пары тратят очень часто много времени на свою физическую подготовку, и иногда занимаются или развивают не те части тела или не те действия, которые могли бы их привести к успеху создания парности, потому что все равно парность должен быть всегда мужчина, женщина, силуэт, а не просто позиция, и правильно растворяться, имеется в виду, гармонично двигаться в музыке. Ну, я не знаю, это я достаточно эмоционально рассказал. Все очень хорошо. Очень хочется видеть индивидуальность на площадке. В период, когда танцевали мы, назвав любую пару в стандарте и в латине, это совершенно разные были по стилю пары, по индивидуальному подаче, по стилистике музыкальной и в стандарте и в латине. Я сейчас не буду называть имена, но если мы посмотрим, предположим, видео, там, конец 80-х, начало, середина 90-х и начало 2000-х. Вот английские турниры. Или WDSF тоже, любители. Вот на тот момент мы еще называли любители, не взрослые. Ну, я посоветую нашим зрителям это сделать. Что для вас мужское и женское в танце? И как развивать это? Во мне мужчину, а в Маше женщину. Ну, Степан, ты всегда был мужчиной. Когда я работал с тобой, я всегда говорил, чуть-чуть спокойнее. Мужчина это не тот, который... Безусловно. Рвет. А мужчина тот, который деликатно объясняет через свое тело движение, куда нужно двигаться. На самом деле, самое важное в танце, мой замечательный, ну, хорошо, я бы сказал так, теперь уже друг и педагог, Ханс Лаксхольм. Это всемирно известный в прошлом чемпион мира. На сегодняшний день это философ, критик. Человек, который предан танцу, ну, и мой тренер, все-таки тренер. Он всегда говорит, Саша, не забудь, в танце всегда должно быть лид, ведение, исследование. Как только мы создаем параллельные действия, это уже не ballroom dancing. Все. С этого момента нет мужчины, нет женщины. Мне кажется, что мы не должны забывать. Юнисекс, это есть такие духи, наверное, да, но когда в танце возникают юнисексы, мы не можем определить, кто в этой паре ведет, а кто следует. Они вот как-то в гармонии куда-то уплыли и все. Вот это плохо. Должен быть человек, который ведет, должен человек, который следует. И, как правило, это не тот, кто в брюках только, да. Это само состояние ответственности, то, что я начинаю, да, и я диктую, когда, куда, в какой промежуток времени и какую эмоциональную составляющую я в это вкладываю. И это обращается в первую очередь к тому человеку, которому я, которого собираюсь вести. А по факту, учитывая, что все-таки у нас бальный танец и спортивный танец, большой разницы нет. Все зависит от того, как к этому относиться. Никто не отменял партию мужчины, партию девочки, но девочки должны быть достойными партнершами. Соответственно, они физически должны быть готовы к тому, чтобы воспринять действия, в нужный момент подхватить, сбалансировать. То есть это такая серьезная работа. Но первоначально должно все идти от мужчин. Когда я захожу в зал, я всегда вижу улыбающегося и позитивного Александра Ивановича Мельникова. Когда мы работаем так же с вами, я тоже чувствую невероятный позитив. Откуда вы берете вот эти эмоциональные силы и как, прожив уже долгую опытную жизнь, прожив определенные этапы становления страны и даже, оставаться таким позитивным и нести этот позитив всем тем людям, которые вас окружают? Ну, наверное, в первую очередь я должен сказать большое спасибо своей маме, поскольку дети всегда учатся у родителей, и они копируют. Моя мама была всегда очень большим трудоголиком. Она всегда была позитивная, всегда была доброжелательная, гостеприимная. Кто бы ни приходил к нам, ее звали Анна Гавриловна Мельникова. Анечка, Анечка, Анечка. Вот без Анечки ни один праздник не проходит. Очень душевная. И вот эта жизнерадостность, наверное, она передалась на каком-то генетическом уровне. Это первое. Второе. Мне по жизни всегда везло на людей. Всегда. Я обожаю учиться, и мне жизнь всегда предоставляла уникальных людей, у которых мне было всегда приятно учиться. И эти люди всегда становились моими друзьями. Становились и становятся, и мы по жизни, даже если нас жизнь разводила по каким-то ситуациям, всегда этот позитив оставался. И у меня очень мало разочарований в жизни. Поэтому я всегда считал, что если мне хорошо, то я должен этим поделиться. Мне какое-то время назад, я в начале нашего интервью сказал, что когда я выиграл у наших литовских друзей, мне было чуть-чуть неудобно. И анализируя потом себя, я начал думать, собственно говоря, это же соревнование, выигрывает сильнейший. И когда я выигрывал раз за разом, я всегда себе говорил, это бонус тебе. Ты должен идти и работать, потому что твои соперники сильны. Ты должен благодарить судьбу за то, что они у тебя есть, и ты должен быть им благодарен. И это сегодня бонус. Иди и работай. Это первое. А второе, это профессия, мое хобби переросло в профессию. Я обожаю танцы, я обожаю музыку, я обожаю движения, я обожаю людей, которые вокруг меня. И фактически я для себя живу вот на этой земле, но в раю. И что же мне не улыбаться? Почему же мне не радоваться? И я радуюсь тому моменту, когда мне удается донести до человека частичку своего опыта, чтобы сократить путь развития той личности, которая ко мне пришла. И вот очень важно, на позитиве ты всегда можешь вытащить больше личность, нежели на негативе, когда ты скажешь, это не так, ты не делаешь то. А вот я могу. А ты можешь. А у тебя получается. А вот это классно. А давай еще. А завтра? Это будет завтра. А сегодня наслаждайся тем, что у тебя получилось сегодня. Поэтому супер. Классная позиция. Смотрите ли вы фильмы? Может быть, какие-то у вас фавориты, что-то посоветуете? Здесь у меня большой пробел. Я редко смотрю фильмы. И в последнее время мне в большей степени нравятся российские фильмы комедии. Я, в принципе, люблю шутить. Либо классика. Хотел бы сходить сейчас на новую постановку «Мастера и Маргариты». Очень слышал фантастические отзывы. Ну, да, люблю комедии и классику. С иностранными фильмами пока у меня есть проблемы. Ну, проблемы имеются ранее. Лет пять назад я очень много отсматривал фильмы. Сейчас нет. Если бы вы получили на неделю золотую карту, ну, понятно, с безлимитным бюджетом, делай, что хочешь, как бы вы распорядились такой возможностью? Я бы слетал на Чукотку. Почему? Очень много наслышан о том, что фантастическая природа, горы, океан. Ну, я не охотник, но я хотел бы посмотреть на животных, как они адаптируются вот в этой природе. Ну, вот я бы туда бы на север слетал. Побродил бы по лесам. Ну, понятно, что с егерем. Я обожаю Байкал. Слетал бы на Байкал, покатался бы на санях. То есть я бы вот на это бы потратил время. Вы также в своей жизни много путешествовали в связи с профессией, в связи с тем, что Татсор, в принципе, хорошего уровня путешествует. Есть ли у вас какие-либо любимые места, которые вы с радостью до сих пор посещаете или хотели бы посетить? Я обожаю Италию. Я, ну, исторически, я сейчас не про рестораны, такая пища, да. Мне очень нравится Рин. Мне очень понравился Париж. Я люблю ходить по музеям. Мне это очень нравится. Особенно со своими детьми, когда это удается. Ну, пожалуй, а вот тоже мне очень нравится с точки зрения еды и исторических фактов Китай, Пекин. Я в полном восторге от этой культуры. Как-то так. В нашем интервью, когда я готовился, я отсматривал много материалов, видео и написанных. И Виктор Никовский сказал, когда мы танцевали чемпионат по латиноамериканской программе во Львове, мне кажется, он сказал то, что на вас делались определенные ставки. И это здорово, интересно, как опыт, да. Но я хотел бы вас спросить глобально. Как вы считаете, вот ставки – это двигатель, прогресс танцевальной индустрии? Нужны ли они? Хорошо. Значит, прежде чем я расскажу об этой истории, первое, я хотел бы чуть-чуть рассказать о Викторе Анатольевиче. Ну, а для меня это Виктор Никовский. Фантастический, гениальный танцор. На тот момент он закончил танцевать «Стандарт» и полностью погрузился в латиноамериканскую программу с Ларисой Давыдовой. Фантастически гениальная танцовщица. Мы же с Ириной продолжали танцевать «Стандарт», «Латину» и «Десять танцев». У Виктора, что называется, зашло. Он нашел своих педагогов. И, извините, современным сленгом зашло, подперло, фантастика. Они начали показывать хорошие результаты. Вот. И он мне в какой-то момент говорит, «Ты знаешь, Саша, я у тебя выиграю этот чемпионат». Я говорю, «Витя, не торопись». Он говорит, «Я выиграю у тебя этот чемпионат». И тогда, я помню, Петр Владимирович делал журнал, сейчас не помню, как он, название этого журнала, «Не звезды над паркетом», что-то другое. Вот. И в журнале было прописано, «Никовский бросает белую перчатку Мельникову». И на этом наша подруга Юлия Пекарская, она танцевала с Артуром Лобовым. Сейчас она в Америке, в Майами проживает. Вот. Она говорит, «Ну, мальчишки и девчонки, я буду делать на вас ставки». Ну, это она как-то сказала так, мы про это, что называется. Забыли. Да, да, да. А ей просто хотелось, чтобы был ажиотаж. Она любила как Виктора с Ларисой, так и нас с Ирой. Это наша подруга. И в конечном итоге мы знаем результат. Мы выиграли. Не знаю, к сожалению, Виктор и Ларисой, они так у нас и не выиграли. Мы закончили танцевать латиноамериканскую программу после чемпионата Европы в 91-м году. Мы, в принципе, тихо-тихо, спокойно закончили с латиноамериканской программой и занялись европейской. А Виктор с Ларисой начали продолжать и успешно закончили свою латиноамериканскую карьеру. Так вот, думая о тотализаторе, на тот момент нам было абсолютно все равно. Это же ажиотаж, это эмоции. А кто? А что? А ну-ка давайте поставим. Я не знаю, кто там выиграл, кто проиграл. Думаю, что многие расстроились. Всегда выигрывает казино. Как казино, все правильно. Всегда выигрывает казино. Для того момента это было здорово. Для того, что на сегодняшний день, я знаю, что возможно, я в это не очень верю, но возможно, тотализатор будет открыт и в нашем жанре. Я к этому отношусь очень негативно. Почему? Потому что я вижу, что происходит с результатами первого человека Федерации президента ФТСР, Надежду Викторовну. Как-то... Если она это сделает, я ее не очень пойму. Почему? Потому что мы какое-то время назад, буквально даже полтора года назад, мы говорили о том, что нельзя закрывать оценки, каждый судья должен отвечать за то, что он поставил. На сегодняшний день у нас оценки закрыты. Никто не знает, кто что оценил. Ни пары, ни тренеры. То есть, если это делается для того, чтобы тотализатор работал по определенным правилам, потому что есть правила. Безусловно. То это сильно нарушает нашу танцевальную индустрию. Потому что это неправильно. Это неправильно. Судья должен отвечать за то, что он оценивает. Он должен подойти и сказать паре. Потому что паре будет интересно, почему он вдруг... Она выиграла турнир, а он ей поставил шестое место. Правильно? И тогда пара может совершенно спокойно, с уважением подойти к этому человеку и сказать, извините, пожалуйста, я очень вас уважаю. Вы легендарная личность. Может быть, вы не были чемпионом мира, но вы вырастили такое количество пар. И ваше мнение играет большое значение. А мы берем и убираем вот этот сегмент. У пары нет возможности. Они не понимают. Есть федерация, есть места, есть конкурсы, а кто как оценил, мы не знаем. И все это закрыто. Я не считаю, что это правильно. И очень надеюсь на то, что в ФТСР у нас это все поменяется. и тогда пусть будет работать тотализатор, но оценки должны быть открыты. Но, наверное, это две вещи несовместимые. Как-то так. У вас большой судейский опыт, как мы уже тоже с вами проговорили. Какие критерии для вас являются важными? Когда вот вы стоите, оцениваете, понятно, разный уровень, мы можем какой-то обрисовать общий какой-то тур, да, там, не знаю, из полуфинала в финал, в финале, что конкретно оценивается. Ведь критерии все равно же меняются из тура в тур, когда пара переходит из первого тура и так далее, так далее, так далее. Ну, безусловно, наверное, ну, в первую очередь мы хотим видеть индивидуальность, что очень часто бывает, мы видим одинаково стилистически, хореографически очень многие похожи друг на друга. Пропадает индивидуальность. Это равносильно тому, что если все Дима, Дмитрий, Жарков и Ольга Куликова фантастическая пара, но если все начнут их копировать, то будет неинтересно. Хотя копировать это самое простое, да, на каком-то этапе был, когда к нам приезжал Эндрю Синкинсон, и он был топовым педагогом с точки зрения хореографии, ну, и своих принципов, очень многие пары танцевали одну и ту же хореографию, да, и они были фактически одинаковы, потому что у нас в России мы знаем, что такое тренироваться. Фабио Сэлми делает хореографию, все одинаковые. Вот поэтому очень первое, что я хочу видеть на танцевальной площадке, индивидуальность. Индивидуальность, но это не значит, что причесаться в другую сторону, вот, а индивидуальная интерпретация музыкальная. В первую очередь это связано с перемещением и музыкальной интерпретацией, ну, понятно, что не теряя характеристику каждого танца и в латине, и в стандарте. Гармоничность, да, то есть не хочу видеть шаблонность, хочу видеть индивидуальность, вот если так по-простому. Ну, а глаз, он же натренирован, мы сами танцевали, мы создаем себе подобных, я имею в виду, мы учим постоянно, мы же в этом процессе находимся такое количество лет, как ты сказал, я 40 лет женат на одной женщине, а тебе еще до этого дорасти надо. Да, конечно. Вот, а ты представляешь, сколько лет мы месим этот паркет и как мы вросли в это, когда человек выходит, начинает танцевать, я всеми фибрами души чувствую, что он сделал так или не так. Это инстинктивный уровень, это не просто, когда на судейском конгрессе говорят, а вот это здесь наклонил, здесь нет, это надо жизнь прожить, и тогда ты начнешь правильно оценивать правильные вещи. В первую очередь музыкальность, индивидуальность. Наверное, так. Давайте мы перейдем к нынешней обстановке, как вы относитесь к тому, что сейчас пары делают на паркете. Нравится ли вам та тенденция, в котором развивается глобально танец? Я в первую очередь уважаю труд всех молодых и взрослых пар, потому что я в принципе с вами со всеми нахожусь на единой танцевальной площадке. Я не удалился к себе в танцевальную школу, где мне комфортно, удобно, и там я сижу и творю, и говорю, ну, войди в эту музыку, но почувствую ее. Нет, я с вами выхожу на танцевальную площадку, трусь, иногда в меня втыкаются молодые люди, я вижу, с каким желанием, трепетом работают молодые тренеры, с каким сумасшедшим отчаянием, желанием совершенствоваться, двигаются и развиваются разные танцевальные пары. Я, если даже не работаю с кем-то, я все равно смотрю, как эта пара развивается. ушел чуть-чуть в сторону еще раз. Нравятся ли вам те тенденции? На сегодняшний день мне нравится то, что большинство начинает думать о принципах движения, возвращаются. Вот буквально два-полтора года назад начали, это всегда идет от верхушки, всегда. Когда топовые танцоры начинают говорить, а, а чтобы мне быть лучше, наверное, я что-то должен пересмотреть. Я думаю, что в период ковида, когда мы были все закрыты, все начали судорожно смотреть видеофильмы, обучаемые программы, вот, и что-то для себя проанализировали. Прошло вот этот момент вмешательства наших, иногда я говорю, таких иностранных адвайзеров, я не говорю, берут топовых тренеров, а судей, судей, которые приезжают и выражают свое мнение, чтобы он оценил, но сами никакой полезной информации не несут. И мне кажется, что вот на этот момент произошло аккумулирование какой-то информации, какой-то позитивной информации, образовательной, и вот эти топовые танцоры в себе поменяли фокус, а что же они делать должны для того, чтобы развиваться. И это автоматически передается на более младшее поколение. Но все равно я вижу определенные приоритеты по тому, как меняться стали результаты сильно. То есть обычно мы говорим рейтинг у пары. Рейтинг, кто-то его отсчитывает, а кто-то знает, когда пара регулярно выигрывает или входит из одного в тур в другой, вошла в финал и там она уже либо в тройке лучших, либо она где-то находится, а тут вдруг пара вошла в финал, потом вылетела и еще не попала в полуфинал. И теперь они не понимают, что же они должны развивать. А это говорит о том, что та судейская бригада, которая их оценивает, у них есть определенные приоритеты, но пары об этом не знают. И тренеры не догадываются. Вот именно поэтому также мы должны открывать оценки и тренер может совершенно спокойно, потому что мы в танцевальном сообществе все объединены, не будет ругать этого человека. А он может просто спросить, слушай, Семен Семенович, а почему это происходит? Почему такая оценка? Это не претензию, а для того, чтобы сделать лучше для пары. Мне кажется, что здесь несоответствие. Но так как у нас на сегодняшний день есть РТС, есть ФТСР, есть, будем так говорить, есть сугубо спорт, как бы руководители думают, что это сугубо спорт, и там должны быть свои приоритеты, а РТС там может быть европейская программа, она стоит на классике, только классика, 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 может быть не хватает определенной стилистики, хореографической там в движении, вот, но мне кажется, что вот это правда, она посередине, и чем больше мы будем общаться друг с другом, тем это будет лучше, мы придем к правильному результату. Давайте заглянем немножко в будущее, как вы видите для себя танцевальную индустрию, себя в танцевальной индустрии, если вы видите себя в танцевальной индустрии, через 5-10 лет. Ну, я хотел бы остаться, наверное, в танцевальной индустрии, но я достаточно уже взрослый человек, вот, дай бог мне здоровья моим ногам, я говорю про ноги в большей степени, вот, я очень люблю преподавать, но, наверное, тот активный период жизни преподавания, он, наверное, будет уменьшаться, и это нормально, не с тем, что я чего-то не знаю, мне до сих пор есть чем поделиться, но, наверное, этот процесс гармонично должен переходить к более молодым, ну, по отношению ко мне, молодым моим коллегам, которые чуть-чуть моложе, вот, а что, как это будет меняться, в первую очередь, я пожелаю, наверное, нам всем реально больше общаться друг с другом, меньше разделяться, в конечном итоге, я думаю, те люди, которые возглавляют федерации, должны понять на сегодняшний день, ну, пока мы закрыты все, да, нам приходится находиться в едином пространстве, у нас территория большая, великая страна, вот, но, конечно же, чуть-чуть не хватает международных турниров, так, чтобы общаться с нашими международными коллегами, и с WDC, из WDSF, из WDO, неважно, это все специалисты, и наши вот это вот встречи, наши переживания за то, куда мы направляемся, что является лучшим, не хватает чуть-чуть этого общения, мне кажется, что мы будем развиваться, потому что наша страна, мы любим танцевать, мы любим быть активными, мы любим быть лучшими, мы не сойдем на нет, не сойдем, нам главное не отторгаться друг от друга, нам нужно профессиональным сообществом объединяться и искать правильные приоритеты для развития нашего танцевального сообщества в будущем. Давайте мы с вами перейдем к нашей традиционной рубрике, да нет, поболтаем, я задаю коротенькие вопросы, коротенькие ответы, если есть что-то дополнить, обязательно дополняйте, не стесняйтесь. Есть ли мечта? У меня есть мечта, она большая, чтобы мои дети были счастливы. Есть ли мечта, которая никогда не сбудется? Да, я не дотанцевал, я бы хотел бы еще выйти и станцевать, но, к сожалению, это уже невозможно. Если бы была возможность вернуться в танцевальную молодость, изменили вы бы что-нибудь? ну, я думаю, что ничего из того, что произошло, я бы не менял, но на определенных вещах уже из тот Александр Иванович, тому Саше, который там, я бы вот сейчас бы точно посоветовал, что нужно сделать, имеется в виду непосредственно, на чем больше сконцентрироваться, чтобы сократить свой путь развития, а так бы ничего не менял, я счастливый человек. Вы честный человек? Это к сожалению, я очень доверчив и честный, и этим люди пользуются. Счастье можно купить? Иллюзию счастья можно купить, счастья нет, счастье это проживание в данный момент, я счастлив от того, что вот я сижу с тобой разговариваю, что у меня такая замечательная жена, что у меня до сих пор живы родители, я каждое утро их кормлю, хотя они между собой не разговаривают. Вот это и есть счастье. Хотели бы жить вечно? Я хотел бы наверное слетать в рай, посмотреть еще раз на этот мир замечательный оттуда, и потом вернуться. Любовь зла? Любовь зла. полюбишь и козла. Ну да, иногда мы влюбляемся не в тех, кого хотелось бы, но это если это, ну бывает такое, да. Думали ли вы, что жизнь когда-нибудь может сложиться иначе? Думал. В самом начале, когда мне было 18 лет, у меня, мне было даже страшно, мне было даже страшно, потому что я задавал себе вопрос, а что же будет дальше? Вот, у меня не было плана, и я пошел по пути своих инстинктов, и мой инстинкт меня не подвел, и я за это благодарен своей судьбе и тому ангелу-хранителю, который вот так надо мной распространил свои крылья и несет меня вперед. Вы богатый человек? Очень, у меня очень много, у меня полноценная семья, и у меня очень много замечательных друзей, и это искренне, и это замечательно. Жизнь, рутина? Вот, когда я не так активно стал преподавать и стал выполнять те вещи, которые я по дому не выполнял, да, кто-то, так сказать, кого я нанимал, я понял, что в некотором смысле, если бы у меня только это было, это была бы рутина, но поскольку я люблю свою профессию тех людей, которые вокруг меня, это прекрасно, я могу от этой рутины отойти. Педагог, это лучшая профессия? Это фантастическая профессия, нам надо поучиться у азиатов и у восточных людей. Педагог, это тот человек, который делится с тобой своим жизненным опытом. Это самое важное, что может быть. Педагог, это самая, самая важная профессия. Совершали ли вы когда-нибудь поступки, за которые вам стыдно до сих пор? Да, ужасно. Когда-то в детстве, когда мне было пять или шесть лет, я украл брелок в магазине, пришел домой, мне сделали ата-та, я осознался, что это, я вернул, вот, и меня пожурили, дали шоколадку. Но мне до сих пор стыдно. сожалеете ли о содеянном? Ну, я сделал много хороших вещей, мне радостно от этого. И последний, наверное, вопрос, который навряд ли получится ответить коротенько, в чем смысл жизни? Ну, по большому счету, мы рождаемся на эту землю для того, чтобы осознать, кто ты, и родить себе подобного. Это очень важно. То есть, понять, кто ты, для чего ты на этой земле, потому что я всегда себе задаю вопрос, для чего я на этой земле? А я знаю, чтобы объединять хороших людей. И родить себе подобного, это очень-очень важно. Мы в гениальной стране, мы в фантастии, это реально, я обожаю Россию, я обожаю ее язык, и нас должно быть много, братьев славян, татар, кого угодно, башкиров, евреев, но эту страну нельзя не любить, поэтому нам нужно рождать себе подобных. Нам нельзя уходить в то, что предлагают нам толерантные страны. Ну, как-то быстро получилось. У меня четкое понимание, зачем я здесь. И не хочу тратить время на плохих людей. Ну что ж, мне, наверное, остается только поблагодарить вас, дорогие зрители, и, конечно, Александр Иванович, вас за эту прекрасную встречу, за это прекрасное интервью, за то, что вы поделились вашей дорогой танцевальной, и не только, и я думаю, всем нашим зрителям очень будет интересно, если есть желание, было бы здорово, если бы вы сказали такое красивое, пафосное слово последнее. Ну, последнее слово будет такое. Большое спасибо Татьяне Заяц. Лучше туда. Большое спасибо Татьяне Заяц за эту фантастическую возможность находиться в ее танцевальной школе, в которой, собственно говоря, я очень часто преподаю быть здесь. Для нас специально выделили время, и это сделано было безвозмездно, что нечасто делается. А по большому счету любите себя, верьте своим тренерам, педагогам, не тратьте впустую время на то, чтобы злиться на свою партнершу, и удачи вам по жизни, дорогие вы мои друзья и коллеги. Всего доброго. Спасибо, Степан. Спасибо большое. Спасибо.